Моя богиня Мед молчит, зор говорит, я на него отвечу, я слишком дерзок, ведь эта речь не мне, две самых ярких звездочки, принуждены на время отлучиться, глаза мое моленье шлют сиять за них, пока они вернутся, стоит одна, прижав ладонь к щеке, ой, если бы я был ее перчаткой, чтобы коснуться мне ее щеки, о горе мне, сказал что-то, уговори мой светозарный ангел, Ромео, Ромео, о, зачем же ты, Ромео, а ты мне от отца навеки откажись, а не хочешь, так поклянись, что любишь, и больше я не буду капулить. Прислушиваться дальше или ответить? Одно лишь твое имя мне враг, ты был бы ты, не будучи Монтеки. Монтеки, что это значит? Разве так зовут лицо и плечи, ноги, грудь и руки? Неужто больше нет других имен? Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розы назови ее, хоть нет. Ромео, как ни назови его, останется тем верхом совершенства, какой он есть. Зовись, иначе как-нибудь Ромео, и всю меня тогда бери взамен. Ловлю тебя на слое. Теперь я твой избранник. Я новое приму крещение, и с той поры не буду я, Ромео. А кто же ты, что под покровом ночи подслушал тайну сердца моего? Я не знаю, как мне себя по имени назвать. Мне это имя стало ненавистно, моя святыня, ведь оно твой враг. Когда б его написанным я видел, я это б слово разорвал. О, небо, мой слух успел всего лишь два-три слова уловить, а я узнала голос. Ведь ты Ромео, ты Вантеки. Не тот, не другой уж, если так тебе угодно. Как ты попал сюда, скажи, зачем? Ограда высока, здесь неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть. Меня сюда любовь перенесла. Ей не преграды каменные стены. Она решается на все. На все дерзать готова. И мне твои родные не помеха. Но встретись здесь, они тебя убьют. Меня укроет ночь своим плащом. А только б ты меня любила, иначе пусть убьют. Мне легче жизнь от их вражды окончить, чем смерть отсрочить без твоей любви. Меня ты любишь? Знаю, скажешь да. Тебе я верю. Но и поклявшись, ты можешь обмануть. Сам Юпитер над клятвами любовников смеется. О, милый мой Ромео, если любишь, скажи мне честно. Если ж ты находишь, что слишком быстро покорил меня, нахмурюсь я. Скажу капризный нет, чтоб ты молил. Иначе ни за что. Да, мой Монтекки, да, я влюблена. Я ветреной могу тебе казаться. Нет. Но верь мне, я честнее многих недотрог, которые разыгрывают скромниц. Не следовало б сдержаннее быть. Но я ж не знала, что ты мое признание услышишь. Прошу прощения. Не считай за легкомыслию порыв мой страстный, что ночью мрак тебя открыл. Милая, благословенную луной тебе клянусь. О, не клянись, луной непостоянной. Луной свой вид меняющий так часто, чтоб и твоя любовь не изменила. Ты к чему поклясться? Не клянись ничем. Или если хочешь, поклянись собою, самим собой, души моей кумиром. И я поверю. Тогда клянусь собой. Клянусь от Жульетта. Спокойной ночи. Пусть росток любви в дыхании лета расцветет цветком прекрасным, когда увидимся мы вновь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. В своей душе покой и мир найди, какой сейчас царит в моей груди. Уже ли это все? Ты так уйдешь. Чего же от меня еще ты ждешь? Любовной клятвы за мою в обмен? Ее дала я раньше, чем просил ты. Но хорошо бы ее обратно взять. Обратно говоришь. Милая, зачем? Для того, чтобы дать ее опять. Но я хочу все то, чем я владею. Как море безгранична моя нежность и глубокая любовь. Чем больше я тебе даю, тем больше остается. Жульетта? Иду, кормилица, любимый. Будь мне верен. Сеньора! Ну, подожди немного. Я вернусь. Счастливая, счастливейшая ночь. Но есть ли ночь? Боюсь, не сон ли это? Он для действительности слишком сладкий. Три слова, мой Ромео, и тогда уже простимся. Вот, если искренне ты любишь и думаешь о браке, завтра утром ты с послами моей дай мне знать, где и когда обряд совершить ты хочешь. И я сложу всю жизнь к твоим ногам. И за тобой пойду на край вселенной. Сеньора! Сейчас иду. Но если же дурное ты замыслил, тогда молю тебя. Сеньора, Жульетта! Иду, кормилица, иду. Тогда молю, оставь меня и уходи. Так завтра я приплю. Я клянусь спасением. Желаю доброй ночи, милый.